Алиханов Антон Андреевич, губернатор Калининградской области, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за внимание, которое вы лично уделяете вопросам, связанным с развитием Калининградской области. Паром маршала Рокоссовский является, как уже было сказано, первым паромом, который построен в рамках реализации плана обеспечения транспортной доступности Калининградской области, который направлен на обеспечение транспортной безопасности нашего региона. Паромное сообщение для нашего региона, для Калининградской области является единственным видом регулярного сообщения с остальной территорией Российской Федерации, который не зависит от политики сопредельных государств. Постановка на линию нового парома позволит существенно улучшить логистическую доступность нашего региона в условиях потенциальных ограничений проезда через территории сопредельных государств и поможет снять риски отсутствия альтернативных маршрутов доставки социально значимых и специальных грузов по транзитным маршрутам, которые проходят через территорию стран Прибалтики. Я еще раз хочу поблагодарить вас, уважаемый Вадим Иванович, наших коллег из правительства, всех, кто активно работал над реализацией этого проекта. И мы, конечно, ждем еще один паром новый, готовый загружать его продукцией, которая произведена в нашем регионе для нужд других регионов Российской Федерации. Спасибо большое. Добрый год. Антон Андреевич, Вы сказали о сопредельных государствах. Хочу подчеркнуть еще раз. У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают, они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения. Ну а проекты подобного рода, конечно, они просто повышают независимость логистическую, и мы и дальше над этим будем работать. Продолжение следует...